Девушки отдыхают Сказалось бы, человек достаточно очевидно отличается от ежа Но, правда, не знаю всех случаев, но на самом деле не только от ежа Так, сейчас... Однако же не во всех случаях очевидна разница между отрядами млекопитающих И в палеонтологии существует в реальности большая проблема Поскольку современные отряды млекопитающих достаточно очевидны Хоботное одно, сериалное другое, какие-то прибунчики третье Но, если мы будем углубляться в прошлое, рано или поздно втыкаемся в палеоценный период Где различия между потом различающимися отрядами сводятся почти к нулю Что усугубляется еще к тому же тем, что, понятно, у всех этих зелюшек осталось на так много В основном это изолированные зубы, по которым понять взаимоотношения этих зуб Бывает крайне сложно И для древности вот этот вопрос, чем мы отличаемся от ежей Превращается в такой животрепишущий и далеко не очевидный Потому что для палеоценовых животных, опять же, известных в основном по зубам Понять, с чем отличаются, например, насекомоядные от рукокрывых Насекомоядные от приматов, приматов от рукокрывых И там от фенделярта или еще от кого-нибудь Это, конечно, проблематично Т.е. приходится оперировать какими-то суперспецифическими чертами зубов Про которые, строго говоря, непонятно Что они вообще из себя значат Что они собой отстворяют И чему это вообще нужно было вот этот зверюшек Чему у него, например, гипоконулит Вот именно такой, не сякой И что мы должны с этим делать Поэтому не исключено, что среди того изобилия зубов, что вообще известно А их известно суммарно очень много на самом деле Таятся прямые ветки всех современных отрядов Может быть и уже готовые промене отряда Но мы их просто не можем различить Тем не менее, отлично накапливались все-таки И со временем появляются какие-то специфические черты И эти черты, появившиеся еще в самом-самом начале То есть палеоценовую эпоху в начале Каинозоя Они определили все будущее этих отрядов Этих животных вплоть до современности И человек в том числе Ну и, немножко повторяясь Говоря то, о чем мы говорили в прошлый раз Были заложены основные черты приматных То есть это древесность, способность к прыжкам Очень дальним Строение специфической челюстей То есть сравнительно укороченный лицевой отдел Поскольку питание либо насекомыми, либо фруктными В любом случае это высококалорийная пища Не требующая сильно много перезирательной зубами Хватательные конечности Ориентация на зрение, а не на обвинение на слух Ну, на слух тоже, но в основном все-таки на зрение И сохранение хорошего цветного зрения Ну и то, что здесь не загружено Это большое количество длинное детство И то, что имапы как раз количество стелочек Все это вместе определило, собственно, приматов Но у других отрядов млекопитающих Какие-то эти черты могут быть, но никогда не бывают в таком комплексе И, собственно, это определяет отряд приматов Потому что вообще этому явлению трудно Высунить какие-то черты Которые определяют приматов в целом А если смотреть на других животных У них всегда бывает что-то не совсем так Ну, например, первые приматы были в значительной степени тоже насекомоядные Но насекомоядные как таковые зашли в этом отношении гораздо дальше И здесь представлено, ну, их понятно И черепа, и дожа, и какой-то там еще маятный зверюшек Полиоценовый, в общем, древний Они вот с первых приматов, ну, и предки для них приматов Приматоморфы в принципе не отличались Но зубы все-таки немножечко другие Поскольку при питании сугубо насекомыми Зубы должны быть с острыми угорками И очень остренькие И, собственно, так отличаем Когда зубы остренькие с острыми угорками вытянутые Значит, нескомоядные Если немножко притупленная, значит, наверное, примат Бывают ошибки, на самом деле Известно довольно много животных Про которых иногда и до сих пор Иногда просто со временем разобрались Непонятно было Примат от предыдущего маят Такой набор довольно большой Причем этот набор не только на уровне конкретных зубов и видов А на уровне даже целых семейств Есть несколько семейств, на которых толком непонятно Это шерстокрюм, нескомоядные, примат Что-то не путать, что-то непонятно Такие там мицептизы, например Но кроме нескомоядных в собственном смысле Есть другие животные похожие Например, крыгунчики Замечательные зверюшки Которые отличаются от насекомоядных По двум таким важным чертам Потому что они дневные в этой массе Ну, есть ночные, но много дневных Это видно хотя бы по размерам класса То есть насекомоядные, как правило, рубящие формы Чаще всего сумеречные или ночные И у них нет ариентации на зрение И они не особо-то вазят по деревьям То есть ежи, бурозубки Они как-то с древесностью не заваливаются А крыгунчики, они тоже наземные, но они к минимуму дневные И в отличие от таких образцово-показательных насекомоядных Они все-таки в рационе имеют довольно большой процент фруктов То есть они почти все явные И по диете они более-менее похожи на первых приматов На самом деле То есть в принципе древнейшие крыгунчики Имели, в общем-то, не такой плохой шанс стать более-менее разумными Однако они не стали, как были крыгунчиками Там самооценные неизвестные крыгунчики До сих пор остались По нескольким причинам Одна из этих причин сугубо, опять же, наземный образ жизни То есть они никогда не забирались на деревьях И механичности специализированы в беговых прыжках Они, как такие надувные мячики, если прыгунчики бывают Резиновые, то они не так же подвигаются То есть они такие тык-тык-тык-тык-тык-тык Вот Можно на это дело посмотреть, сходим в зоопарк Там есть такое заведение «Лучной мир» И там эти прыгунчики скачут очень прикольно Их раньше было очень много, сейчас что-то их мало так стало, но тем не менее И, соответственно, механичности специализированы Птисти стопа уменьшены в невозможности Ну, пальчиков очень пять, но они очень маленькие И хвости сросшиеся практически потеряли способность К пронациям-супинациям То есть разворот на них И понятно, что с такими ножками Никакой трудовой деятельности говорить нельзя Ну, вот Ну, хотя тезис, что труд создал от объединенных человеков Как это проверено на половину, как и были в жесткой тезисе Но, тем не менее, какая-то доля правда в этом есть У них, конечно, не об этой половине, если на речь не идет Ну, и просто сами маленькие размеры тела тоже поставили ограничения пути к верности Потому что так же, как и у других низкомоярных, то же самое При небольших размерах Животное должно много есть, чтобы себя согревать Оно очень быстро остывает И, как известно, какие-нибудь буразутки Едят больше, чем весь социальный В течение суток То есть вся жизнь низкомоярного и привычного в том числе Превращается в сплошную кормежку То есть он с конца должен есть-есть есть А в высоком думать некогда Ну, а, собственно, интеллект — это и есть размышление о высоком, в общем так или иначе То есть это не строго функциональная деятельность вообще По большому счету интеллект — это как бы ошибка, такой глюк Когда мозг занимается ничем, для чего он вообще изначально предназначен Потому что предназначен — он хорошо наестся и хорошо раскладиться Ну, а как бы у них работает идеальный мозг В этом смысле они едят и размножаются Но дальше как бы не идут Есть, впрочем, близкие группы, которые стали недревесными В том числе, например, тенрики Тенрики в основном мадагаскарские животные На самом деле есть не только в Мадагаскаре Они есть еще и в реальной Африке Некоторые очень похожи на ежи Ну, там ежевитный, как он называется Есть и другие тенрики Есть аналог даже в их ухоле в Африке Есть аналоги про зубок Ну, какие-таки плюс-минус И многие из тенриков, не все, но некоторые Ведут вполне себе древесный образ жизни То есть получается, что они по диете практически такие же, как любую То есть они едят все подряд реально Насекомые, фрукты, листья, цветы, там все что угодно Ну, вот, они древесные И у них, ну, более-менее, как бы, поворачиваются все шлики Они дневные некоторые, но есть сумеречные, но большинство дневные И тут пока все гениально совпадает с приманками Но они не стали разумные Потому что они живут на том же самом мадагаскаре, где лемуры Ну, лемуры тоже как бы не жидко-телеквально Но все-таки какие-то другие лемуры подобные стали Чем-то более чем А африканские тенрики, они тоже африканские тенрики, все те же сами И в данном случае тупиком в развитии сдала система размножения Потому что тенрики, в прошлый раз я только упоминал Рекордсмены вместе сопутствовали по количеству детенышей Там больше 20 детенышей, может быть, за раз При том, что зверюшку вот такого размера 20 детенышей Срок жизни где-то в год-полтора И понятно, что изначальный мизерный размер мозга Самого тенрика Не имеет каких-либо внятных шансов На то, чтобы стать большим За эти, там, год или полтора И смысл запихивать на этот маленький мост Сколько его сложной информации Тоже, в общем, не особо большой То есть, какой смысл развивать тенрики Если все равно через год зверюшку умрет И понятно, что Уровень социальности тенрики тенрика Тоже совершенно мизерный То есть, если лемур С поставимого размера Харминовый лемур, например Он живет 15 лет Или 20 лет может прожить А у него или больше Он может 25 лет прожить И у него будет за это время Несколько детенышей И детство у него будет несколько лет То есть, детство лемура больше, чем Вся жизнь тенрика И он ожидается один, как правило Детеныш, ну, у лемура бывает Вроде не достроено, но как у людей Но все равно чаще один То, естественно, интеллект у лемура будет гораздо лучше Лемуры в социальности Лемуры чаще всего это общественные животные Которые живут какими-то стаями Группами, довольно большими Нужно внести тройераптии внутри У кошачьих клюморов очень здорово это звучит Но они территориально Они охраняют эту территорию Взаимодействуют внутри Между группами А у тенреков ничего этого нет То есть, максимум социальности у тенреков Это вариант, когда они На ночь забираются в какое-нибудь упло И вместе сворачиваются Такой пушистый шарик, чтобы согреваться Опять же друг другу Тенреки, кстати говоря Делают это тоже неспроста Потому что они, хотя и плацентарные Но из плацентарных они одни из самых примитивных Некоторые стоят рекоментированно, что они Не самые примитивные плацентарные И обмен веществ они крайне низ То есть, в принципе, почти Холоднокровные звери Теплокровные, конечно Уттоносы какого-нибудь Но все равно не очень Но, может быть, в тропиках не сильно и надо, конечно Но этим не видно И, опять же, низкий обмен веществ Не дает возможность вызываться мозгу Маленький мозг не дает вызываться Социальности Ну и все это вместе Отставляется в такие условия Само по себе, кстати говоря Интересно, как они Уживаются с теми же самыми лимонами Потому что Диета у них принципиальная Различия не имеет Ну, лемуры тоже бывают разные Ну и тенрики бывают разные На одном и таком же острове Но лемуры, кстати, они более древесные Они выше держатся На другом ярусе в основном А тенрики, хотя и есть древесные Но они обычно где-то невысоко Ну, они медлительные Ну, медлительные в какой-то степени Потому что, опять же, не надо Ну и они не могут быть быстрыми Потому что лимонный предмет мозга Быстро совершать координацию движений Ну, в общем-то получится на самом деле Ну, хотя вопрос, в общем Можно есть небольшим, наверное, мозгом Если заточить его под координацию Но у них не очень хорошо Гораздо более продвинутые грызуны На самом деле Грызуны появились в своей оцене И далее великое разнообразие В настоящее время грызуны Самый большой отряд прикопитающих То есть у нас сейчас Самых больших отрядов, строго говоря, три Это грызуны на первом месте Рукокрылые на втором Некоторые считают, что даже не на первом И приматы, на самом деле, на третьем Но грызуны, они захватили планету В тот момент, когда появились По причине Развитие супер-классного Желательного аппарата То есть грызуны Изобрели желание во всех Возможных направлениях челюстей Это вообще свойство Для питающих грызунов Это здорово удалось У них очень хилерное Предположение кускулатуры Которая местами проходит Сквозь ответственный кускуловой угол И у них очень классная Система Теперь это здоровенный Постоянно растущий Цинк Без эмали Стирающейся части У них сзади Очень сложная Как правило Формула Превалируемые Валеры Клоки Не исчезают Зачем они нужны И с такой Системой Можно есть Все подряд Но особенно Грызуны любят Семена Растений Которые Содержат Большое количество Опитательных веществ Смысл Семени Это Запасание Опитательных веществ Чтобы Растить Зародушу И Собственно Дальше Растения И Грызуны Специализированные Разгрызательные Семен Но Грызуны Мало того что приобрели Они еще Приобрели свойство Приспосабливаться К любым условиям Практически То есть Они заселяют все Что угодно Они могут жить Под землевыми Деревья Есть там Плавающие грызуны Какая-нибудь Веденная Полевка Такие сетки Пятое Десятое И от Арктики До Экватора То есть Они живут практически везде Но Замечательно Что Они приспосабливаются Путем вида образования Вот Такая специфическая Фишка грызунов То есть Они приспосабливаются Именно Путем Изменения Морфотипа И На каждой Экологической нише Свой вид грызунов То есть Мелко На дереве Суслик На земле Но В таком лесу Такая белка В таком лесу Секая белка На этой горе Другой сурок На этой горе Другой уже сурок Потому что там Условия чуть-чуть другие И С одной стороны Это здорово То есть Может приспособиться К чему угодно А с другой стороны Каждый конкретный вид Отдельно взятый Оказывается Все же таки Жестко привязан Конкретной экологической нише И конкретный вид С этого поля Никуда не денется И если он сидит на флоснов Он не будет сидеть там Ничего На фармах Но Кроме этого Грызунов В таком Потенциальном Устремлении Грызунности Подвело Опять же Слишком большое количество Детенышей И маленькой социальности Хотя В принципе Некоторые Это более-менее преодолели Потому что есть Например Суслики Или сурки У которых социальности все здорово А есть Голые землекопы У которых не то что здорово А здоровее чем у кого-либо Безмлекопитающих Потому что Голые землекопы Африканские Замечательные Зверюшки Ровящие Они эросоциальные То есть У них Система Как у общественных Самка Единственная Плодящаяся Есть рабочие особи Которые Плодиться не могут А запасаются Еду Чтобы самка Могла плодиться То есть Это Достаточно Уникальная Система Плодящих Фактически Такой У кого Похоже Это Игрунковые Обезьяны Где тоже плодится Только самка А другие Не плодятся Но у игрунок Это Настолько Сильно Далеко не зашло На самом деле Так что В принципе Грызуны Потенциально Могут выйти Из этого Пикар Количественного Детенышей И Несоциальности Но Их нужно Немного Другое Потому что Грызуны Как я еще начал Они появились в оцене А в оцене Древесные Миша Уже была Занята Примерно В это же самое Время Из Адаписов Появляются Адаписы Аэромомисовые То есть Настоящие Приматы Наконец-то И ниша Древесных Животных Уже Они Древесные 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 Прибывающие тоже не открывали, ручки не освобождали. А ручки у них с самого начала были приспособлены для того, чтобы рыть землю. И у многих они приобретают специфическую форму, всякие там какие-то слепыши, цокоры, у них лопаты не хуже, чем укрота, укротность камаятная, а слепыши цокоры и грызуны. И, конечно, там у других здесь ни в коей речи не идет. И хотя потенциально грызуны, например, не имеют ограничения, конечно, именно размеры, известны какие-то кэпибары современные, метровые размеры, а ископаемые грызуны достигают, например, коровы, даже носорога, на самом деле, повестка носорога далеко, но до такой призовой коровы в хорошей планете, в Южной Америке она дорастает. Но мозгов сильно много, скажем так, взрываемого, потому что они изначально растительно-ядные, хотя и воспитательная вещь, но, опять же, интеллект особо прилагает для того, чтобы найти какие-то семена и их нагрызть, сильно много не надо. То есть максимум, что у них доходит, это запасти кучу семян, которые веско ездят в нору, сложить склад, какие-то брундуки запасают, там дают больше килограмма этих орехов кедровых, ну, потому что сам брундук очень мощный. Ну, там какие-то другие, там сусники, то есть сурки тоже на них хранят, но, как бы, все равно это не через чур сложно. То есть простота добывания пищи, наземная, роющая жизнь изначально, с самого начала, и довольно простая руконосы. Ну, вот. Поставили тупик на пути их цивилизации. Цивилизации не состоялось. То есть, есть еще зоицеобразные, на самом деле. Зоицеобразные возникли, может быть, чуть позже же грызуны, и в какой-то степени вот такая, как бы, параллельная вселенная. То есть это тоже грызущие животные, тоже изначально наземные. Хотя есть, кстати, древесные кролики, вот, японские кролики, там, я люблю, там, лазер. Правда, ну, здесь такая, скажем, не самая лучшая фотография, но лучше я ее не нашел, какой-то очень засекреченный кролик. Ну, вот, они там уже краснокнижные, в принципе, мало. А? На Facebook недавно была. А? На Facebook недавно была. А, а. Ну, да. Ну, как-то, ну, чтобы он еще на дереве сидел, то есть просто фотографию можно, а вот, чтобы оно на дереве, не очень, ну, вот здесь, ну, носукусины. Вот. Ну, лазер у меня по дереву, но как-то все равно это не очень. Есть исключения из другого правила, и есть древесные кролики. Но вообще-то заец-образные, все так иначе, опять же, наземные и, чаще всего, так иначе, роющие. Ну, крайне говоря, скотно, они роющие. Ну, выдающиеся, в смысле, пищухи. Пищухи как раз замечательны тем, что они очень социальные, и они образуют колонии, и даже какое-то возделение туда минимальное есть, то есть есть торжевые осны, ну, как у сузликов тоже самое, когда следят за небом и землей, чтобы свистеть, когда они леса подхорадываются, орел летит, и что-то такое. Остальные лихорадочно запасаются все на это время. Сушат, но обычно после этого какой-то день баран, и больно свистает. Но большинство все-таки не очень, скажем, социальные, то есть одиночные, как правило, животные, и они отгрызнулись в этом смысле, ничем сюда не отличаются. Но существенная разница лесообразных и грызнув в том, что они преодолели тот барьер, что они не привязаны к какой-то определенной экологической нише. То есть, лесообразные, они универсалы. Их очень мало видов, что это сам Дебен пошла в млекопитающем. И они живут практически везде. Ну, то есть, есть, можно сказать, реальные какие-то кролики, да, но вообще какой-нибудь наш конец, русак, беляк, они живут, в принципе, от пундры до пустыни через все возможные переходные варианты и в лесу, и в полях, и где угодно, там рядом с городами, то есть, ну, на вся случае жизнь. И пищевики, в принципе, тоже, хотя они, конечно, специализированы горные, но они могут жить в высоких горах, могут жить в невысоких горах, могут жить в более-менее открытой местности, могут в москавах, то есть, в принципе, довольно широкие спектры обитания. И это, с одной стороны, как бы плюс. То есть, чем шире это обитание, тем вроде бы больше возможности использовать ресурсы, питаться тем другим. Но, на практике, вот эта изначальная привязанность к земле, и тем более специализация к быстрому бегу у большинства, в суставе, ну, одну как бы заяц, согласно, вот этой как бороздовую, она, опять же, ставит пупик. Ну, то есть, если зверек много бегает быстро, то у него бабки становятся жесткие, не вертящиеся, пальчики всескроются в кучку, и, ну, не то, что совсем копыта, конечно, у зайцев, но близко к тому, на самом деле здесь еще немножко, и, в общем, вполне себе копыта. И ни о какой трудовой деятельности, конечно, резьб не идет. Ну, вот, и специализация зубной системы, в общем-то, не такая, как у грузунов, конечно, но, принципиально, суть мораль такая же. Тоже здоровенные листы спереди, переделяющие зубы сзади, где осталось посередке. То есть, с такой зубной системой уже ничего другого не сделаешь. То есть, питаться чем-то другим, кроме, опять же, семянных растений, коры, травы, ну, что они подъедят, у них уже не очень получается. Ну, вот. То есть, они не умирают, тем не менее. Были и другие животные. Значит, одни из первых таких, мамальских крупных животных, это были кадиляторы. Кадиляторы – довольно обширная группа палеоценных и палеоценных животных, которые, некоторые выглядели довольно универсально. То есть, будет хриакус, например, вот этот, он мог и по деревьям лазить, и по земле бегать, и норы рыть, и там, и то, и пятое, десятое. И питались, как иначе, тоже всем подряд, зубной системы, и растениями, и какое-то мясо, наверное, мы могли захамечить, там, все что угодно. Вот. И благодаря такой, как бы, неспециализированности кадиляторы заняли, изначально, большой спектр этнологических ниш, а в последующем стали, в основном, копытными. Разные варианты копытных, причем, видимо, были еще и разные варианты кадиляторов, ну, и, как бы, они довольно очевидно различаются, в самом деле, для себя, но очень герняно различаются, потому что, пусть не специализированная там, правда, четкая, видно разницу, но, если мы, опять же, в двух времен углубляемся, они все становятся какие-то очень похожие, и провести четкие границы никак не выходят, поэтому их обвиняем все-таки в один отряд вентилятор. Вот. Но, довольно-таки быстро они стали копытными, ручки, опять же, стали в кучку, пальчики сошлись вместе и превратились в токологи, ну, в двух версиях, либо в непарное количество, непарно-копытные, либо в парное количество, парно-копытные. А зубная система, опять же, специализировалась. И путь, опять же, привязанности к земле поставил, наверное, ступик на их развитие, хотя зададки были. Но древесные формы не развились, потому что опять же были уже приматоморфы. То есть, приматам, в смысле, повезло, и они все время держали опору, ну, начиная с нового периода. Как они изначально древесные появились, и поскольку это был один из самых многочисленных отрядов самого начала, так или иначе, на самом деле, появились. То никто эту технологическую нишку уже занять не мог. То есть, может быть, кондиляторы и смогли бы стать древесными, привычными, и все такое проще, и разумными. Но приматы уже там сидели. Ну, вот, никого не пускали. А кондиляторы опоздали, на самом деле, банально. Но, правда, в последующем у них тоже были свои шансы, потому что, например, есть такие вот примитивные копытные современные свиньи, которые выгодно отличаются от других копытных тем, что они всеятные. Поскольку специализация питания растениями – это, конечно, тупик. Потому что, если питаться растениями, надо отрастить здоровянные челюсти, все время без конца жевать, и вся жизнь уходит на то, что жевает это седо. Ну, там, листьями, человек жир, они живут, ну, смотря кто, ну, что. А свиньи, они, от этого свободно, они могут есть все подряд, реально, абсолютно. Они могут быть яичными совершенно, и некоторые скопаемые свиньи с большой вероятностью были в основном паточками. Ну, они, как бы, не совсем синики, где-то ходы, где-то ладоны там с огромной, как-то ужасная. Но все равно, если посмотреть на челюсть свиньи, конечно, мозг у нее, прямо скажем, не очень большой. И челюсть у нее все-таки сильно больше, чем мозги. Хотя, зубная система, действительно, похожа на чеборишек, на самом деле. И если взять взрослой свиньи, взрослого человека, конечно, там разница очевидна, и спутать трудно. А вот зуб поросенка маленького, а вот зуба человека, лечить бывает гораздо сложным, на самом деле. То есть у свиньи единственная причем разница, что у нее, он обычно крупнее, он с большим количеством борозок, такой более морщинистый, и корни заметны для них. Но если корни обломаны, и поросенок был еще маленький, в большинстве зуб, то иногда, если ему приходится задумываться, что-то такое. Так что, с точки зрения питания, они могли вполне стоять разумными, на самом деле. Потому что сиядность, это был один из банок, можно вообще на пути к разумности. Как я уже раз много раз говорил. Но влияние плетков, ножки с копытцами, опять же, доземного образа жизни, все как бы у вас и я, как она на Земле повелилась, так она на Земле и пребывает до сих пор. И напрягать интеллект она еще, может быть, не может. То есть семья, она умнее, чем даже корова, например. Но не настолько ей это надо, чтобы стать все-таки какой-то мамай скрунной, чтобы использовать труда, чтобы какую-то социальность выстроить. Хотя они, в принципе, социальность, они живут существуют. Вожаки какие-то есть минимальные. Но это все как-то так. Конечно, на фоне приматов очень низкий уровень. Так что с копытными не сдалось. На самом деле, у каких копытных был шанс, так это он был у южноамериканских копытных. Потому что катиллядры, не очень понятно, когда они рядаются с палеоценией, попали в Южную Америку. А в Южной Америке была очень своеобразная экологическая ситуация. Потому что там были леса, но не было древесных животных чудесным образом. И вот это до сих пор не очень понятно, как это так получалось. Потому что в какой-то момент туда, конечно, попали грызуны. И древесные грызуны там тоже появились. Но древесные грызуны – это древесные дикобразы, о которых я уже упоминал. Остороннейшим алкоголом получиться не может, потому что он грызун. У него, кстати, реверная трубная система растительная. И он очень медленный, тормозной такой, но с интеллектом не мягкий. А вот когиллятеры южноамериканские, то, что я говорил в Старом Свете, их не пускали на деревья приматы, а в Южной Америке их пускали, потому что там не было приматов. Потому что первые приматы в Южной Америке, как сейчас известно, появились в середине аэроцена, но это там буквально несколько находок. А так делятся легоцены, они более-менее развились, а эти были намного раньше, на десятки лет раньше. Но почему-то не задалось. Это загадка, на самом деле. Есть несколько вариантов. Либо они все-таки туда попали, эти вентиляторы в Южную Америку, уже заметно специализированные, и уже они были достаточно такие наземные, копытные, чтобы не мочь залезть на эти самые деревья. Либо, может быть, они туда попали в тот период, когда там вообще, в принципе, было не так много этих лесов. То есть, современные люди представляют, что Южная Америка – это там северная бразильская. Но, во-первых, из современной Южной Америки северная там далеко не половина, на самом деле. Потому что там за мезорием много горы занимают, там весь южная половина – все степи сплошные. Да и, с точки зрения, в Амазонии – там тоже, скажем, не сплошные леса, там полно-савантов. И в условиях небольшого количества лесов, небольшого количества открытых пространств они дали огромнейшее разнообразие для земных форм, но совершенно не дали никаких древесных. А так, вообще, Южная Америка – совершенно замечательный континент. И, может быть, знаете такую книгу Симпсона «Великолепная изоляция» совершенно шикарная, где показаны гениабельные примеры конвергенции. Ну, не только у Симпсонона, но, в общем, вам не известно. То есть, в Южной Америке из-за этих вентиляторов возникли какие-то псевдо-мошади, псевдо-злонаки какие-нибудь, все-таки мозоленогие, макроухения, псевдо-слоны, псевдо-тапиры, псевдо-носороги, там, псевдо-топ, псевдо-сё. И они были очень такие оригинальные, похожие, да, как у них Старого Света, но все-таки им проиграли в итоге, потому что, когда Северная и Южная Америка наконец-то соединились по-нормальному и окончательно, а в Северной Америке возникли копытные вентиляторы, наши копытные, значит, и в том числе не только копытные, кстати, еще и хищные, потому что соблюзовые тигры, и они радостно оманулись на юг, то все это южноамериканское фауне прошел конец. Но все они исчезли, их съеверили радостные соблюзовые тигры, и Южная Америка на север было очень немного, на самом деле. То есть с Южной Америки на север продвинулись гигантские броненосцы, которым все кофе было, потому что они в танке, но их потом уже люди съели, видимо. Продвинулись гигантские венивцы, которые тоже, в общем-то, в танке, потому что снаружи они вроде с шерстью, ну, просто куски кожи, если за шерстью, но подхожие там костяные пластинки, они, в общем-то, тоже прониклись, ну, вот, и размеры у них там сильно они большие были, чтобы кто-то их мог съесть. Продвинулись вот эти самые интересные дикобразы, ну, проникл вопрос, откуда, куда, скорее всего, когда они с юга на север. Ну, вот, и апостолы, вот, и, в общем-то, и все, на самом деле. И был очень равноценный обмен, север много, север мало. Так что южноамериканская фауни сильно не привезла. Ну, это пример того, что изоляция не привыкнет, на самом деле. Ну, Австралия еще лучше речь, например, вот, ну, Австралия и Америка, и Южная Америка. А разумно, но ничего не разникло. Значит, хищные, хищные тоже хорошие кандидаты, чтобы стать разумными, потому что хищные, особенно первые, с коши рядом были древесные, вот, им, какие-то там, приматы, конкуренты, не хотите, сколько не могли, потому что, во-первых, они экологическую нишу другую занимают, а, во-вторых, они хищные, ну, где-то, 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 где-то просто есть. Но они достаточно социальные, потому что сплошь и рядом они образуют группы, там, начиная с енотов, включая какими-то там, кошками, наплевами, допустим, да, и волчьи еще лучше, собачьи. Они вообще сплошь и рядом социальные, по-моему, однозначных причинников и нет особо. Ну, какой-то корейский волк, по-моему, однозначный, но это исключение скорее. Вот, и у них немного детенышей, у них длинное детство, у них есть воспитание, как факт, они учат этих детенышей, причем достаточно целенаправленно. Про кошек, наверное, все знают, да, что если кошку, котенка еще маленького, не научить убивать мыши, охотится он на мышей бюро, и говорит, он их будет на результате, на инстинкте, но убивать он их не будет. Ну, у меня кот Пусин, допустим, был, он мышей ловил, вот, а что с ними дальше делать, он не знал, вот, и он их радостно отпускал. Ну, мы уже были счастливы. Но, как бы, это, в принципе, уже, как бы, предразумное такое состояние, потому что следующий шаг, когда в рожденных программ нету практически вообще никаких, как у человека, а все достигается через обучение. И вот, хищные, они как раз были близки к этому. Но они в деревне не стали разумные, хотя они одни из наиболее разумных для всех, например, какие-то украинские питающие, ну, и там про интеллектуальную собаку, кошек, как они прекрасно знают, но все-таки, как бы, не до конца они разумные, чего-то им не хватило. И не хватило нескольких вещей. Значит, во-первых, специализация на хищности, потому что большинство их хищных, они хищные, они едят мясо. А специализация, опять же, питание – это всегда тупик. То есть, когда дверь начинает питаться чем-то одним, у него вырабатывается, скорее, как раз инцентивное, по идее, все-таки, нацеленное на вот эту конкретную добычу, ну и что другое. А все другое он не получит, на самом деле. Другое дело, что добыча, может быть, сама хитрая, никогда там прятаться, убегает, что-то умудрить, и надо ее перехитрять. Но чаще она этого не делает. На самом деле, чаще всего добыча просто убегает, или отмахивается какими-то когтями, шипами, покрывается броней. Ну и вся задача сводится к гонке вооружения. То есть, отрастили броню, а отрастили вскрывалки, вскрывашки. Стали быстро бегать, тоже стали быстро бегать. Стали хитро обороняться, ну, плаки выросли больше, лапы сильнее. И начинается просто гонка вооружения. Но нарастают плаки, когти, появляются гепарды какие-то там дико-скоростные и так далее, и так далее. Но разумность здесь, строго говоря, ни при чем, на самом деле. Тем более, опять же, среди хищных более-менее крупные, они, как правило, наземные, а те, которые древесные, они, как правило, маленькие, примитивные. Первые, самые примитивные современных хищных, кошачьи, ну, мелкие кошки, значит, да, там, фелес, которые тоже, в общем, на самом примитивном, и енок. Но кошачьи, они, как правило, не очень социальные, да и веровые тоже, на самом деле, сколько они, опять же, примитивные. Вот. И если они не очень социальные, то какая разумность может быть? Вот. Если они наземные, есть социальные, те же вовчи, да, и, там, львы. Вот. Но они специализированы к гепепу по земле. Но среди собачьих есть даже и всеядные, более того. Шакал, например. Шакал, в принципе, один из лучших кандидатов стать разумным. Потому что он всеядный, он социальный, более-менее. Он такой, в общем, довольно интеллектуальный, у него сложное добывание еды. Вот. Но он наземный. То есть с нем все, лапки сделаны напрочь. Стороны они не разводятся, поворачиваются, не поворачиваются. Ну, любимая собачка, можете проверить, что у нее лапы, в общем-то, не особо как гнутся. Вот. И задача, опять же, ну, может, у них задача и войти, где-то что-то такое делать, да, но они будут туда сделать зубами, руки не возникают, и разумности в нашем понимании уже не возникает. Вот. И могут быть крупные всеядные, допустим, не социальные, это медведи. Медведи могут оборудовать группы, но они между группами это не общаются. То есть когда много еды скапываются вместе, допустим, там, нерест, лососей, да, вот лосось, а тут нерест, толпами, и радостные медведи строятся вдоль реки и ловят этих рыб. Ну, вот. Но при этом между собой контактов у них практически никаких нет. То есть каждый день сам по себе. Рыба кончилась, каждый ушел во всех. Ну, и какая-то вообще разумность может быть. Единственные, кто реально имели шанс и продолжают его иметь, но надо то, чтобы стать разумными, это еноты. У енота все в порядке. То есть они социальные, они довольно сложные группы, бывают. Они древесные, ну, по крайней мере, частичные. У них очень ловкие пальчики, которыми они что угодно могут делать. Ну, конь, далее он может это почитать, где там еноты там все замки открывают, посадить там все что угодно. Они имеют маленькое количество детеночных ранителей. Они бывают более-менее дневные. Ну, там все-таки они как психичные, ну, такие сумеречные скорее. Ну, так условно как бы могут днем жить. И, казалось бы, ничем не мешает на самом деле. Но, видимо, что это все-таки помешало, по крайней мере, с нашей точки зрения, это вопрос уже не своим путем попадет, это ориентация на абонент. То есть у них основной источник информации в окружающем мире – это запад. Минюстрельный нос, то есть самый вот социальный из секпи-нотов, носухий. Собственно, само название. Верить за себя. И вот этот вот большой нос вмешает, кстати, разумную цель. Потому что обаяние – это классное чувство, чтобы найти еду, чтобы различить там съедобное, несъедобное и так далее. Но можно с помощью него общаться, кстати говоря, хорошо. Но быстро это делать качественно не получается. Потому что запах, он долго остается на месте, с его помощью нельзя оценить расстояние. Он все-таки не такой специфичный. Там слишком много вариантов этого запаха. Его нельзя сделать членораздельным запахом, как речь, например. И, ну, по крайней мере, я говорю старше. Может быть, все это решаем в реальности, на самом деле. Но вот как-то до сих пор не получается. Ну и опять же, если посмотреть на енотов, они, конечно, все-таки такие ловкие пальчики, что угодно делают. Но кухни-то у них большие, на самом деле. То есть они, конечно, перед реверами и все такое. Но кисть у них все-таки не очень хватательная. То есть у полоскуна еще более-менее, как бы, да. У нас ухи там вообще такая лапка не хватательная. И, опять же, какую-то там шутку трудовой деятельности они все-таки не делают. Ну, просто ну и что-то там. Получит, конечно, но как-то изопределит. Хотя из всех прочих пилотов они лучшие кандидаты на разумность, на самом деле. Единственное, как бы, навевает какие-то такие подозрения тот факт, что они уже где-то 20 с лишним миллионов лет как появились, где-то 26 миллионов лет, и все вот как они появились, так они и остались. То есть у них практически эволюции никакой внимания не было. Ну, какие-то виды роды, конечно, менялись, но это все какие-то там виды адаптации. А еноты вот эти олигоценовые от современных принципиально ничем, в общем-то, не отличаются. То есть как они возникли, так они и есть. Видимо, они достигли своего идеала, апогеевского вроде, и больше ничего не надо. Но, может быть, их не пускают, опять же. И когда, наконец-то, человечество выберет, человечество новое возьмется за енот. Ну, может быть. Но есть даже какой-то фантастический рассказ, где человечество измирает, а вот в Южной Америке как раз из енотов возникают на основе носу, полосатыми хвостиками разумные существа. Да, кстати, она шутка. Но, значит, они и древесные, и все такое прочее. Ну, шокалы надземные. Медведи толпой, но это не общество, это толпа. Значит, кроме количественных животных, на самом деле, было немного других. Были, так скажем, телодонты, тениодонты, всякие прочие. Но они были, кроме прочего, одни из самых первых крупных многопитающих, даже, наверное, и самыми первыми крупными многопитающими, очень быстро эволюционировали. Вот эти группы, тениодонты, например, одни из самых быстро эволюционирующих многопитающих вообще, какие только были, в принципе. Или, там, бортмания, там, вот и так далее. Вот они очень-очень быстро из такой крысоподобной зверюшки, вот в таком духе, да, стали здоровенными зверюками, например, с медведя, с лошадь, с корову. Причем первые были, опять же, и древесные, и роющие, и такие сякие, и сиятные, судя по всему. Но специализация их по ГНОВА, вот здесь судная система видно даже, я думаю, издалека, сторона такая очень ни то, ни сё, какая универсальная, а в последующем резко специализируются. Отправляются, вот, все-таки, огромные весы спереди, ну, там, обнажная премоляровка, может быть. Брыки исчезают, заедино-сружевательные. Это растительное арианное, опять же, животное. И у них не было никакой конкуренции, то есть у них не было стимула к развитию. В принципе, все исходные задатки у них, к большому счету, были. Но им не за чем было развиваться, потому что они были крупные, они были единственные крупные, крупных хищных не было в этот момент никаких, им никто не мешал жить. Ну вот, ну и все. Раз никто не мешает, они расслабляются, вырастают, опять же, там, коровы, медведи, жрутся подряд, и корни там, ну, им хорошо. Вот. Но достаточно посмотреть на череп сверху, чтобы понять, вот, что было не так. Вот. То есть, как видите, здесь здоровенные дуги, то есть это мощнейшая жевательная пара, и узенькая, маленькая мозговая коробка стиснута со всех сторон жевательными мышцами. Если огромные, мощнейшие, жевательные мышцы со всех сторон закрывают мозговую коробку, то расти вот такой мозговой коробки никаких шансов нет. Но чисто даже технически. Потому что оно уже возникает с детства, на самом деле. И если идет в то время биомеханический стресс со всех сторон, кости будут быстро срастаться, и мозг расти в принципе не может. Вот. Ну, и тем более, надо быть, опять же нет. Вот. Поэтому они, как я уже сказал, очень быстро эволюционировали, но потом так же быстро они исчезли. Когда появляются нормальные хищные, которые поняли, как можно есть, как это здорово вообще. Но когда появляются конкуренты в виде копытных, тех же самых, у нас новый кантиляртор, там, где есть хобот, ну и всякие прочее. Но тут всем этим генетическим группам приходит конец. Ну, в основном пришел. Вот. Замечательно, что среди рекомендающих очень много раз возникали похожие структуры. На самом деле и приватного они избежали. Особенно замечательно развитие такой вот зубной системы. Это совершенно разные животные здесь приставлены, но с одним и тем же типом зубной системой. Ну, вот, например, у многого горчица. Передние зубы здоровенные, как правило, это резцы, которыми какая-то еда откусывается. Потом следующие, это премалирующие всего, со здоровенным режущим краем, такой гребень, чтобы разрезать мякоть фруктов, а следующие плоские, ровные зубы, широкие, для того, чтобы перетирать эту самую мякоть. Ну, и там, чувак, грызли ее резцы, если это что-то твердое. Это супер-универсальная зубная система, которая возникла еще в бюрском периоде многого горчицев, и просуществовала в современности, ну, многого горчица его оценивали, а там, среди других группы дальше. И возникало много раз на зависимость от паракета. То есть, вот это многого горчатая, это отдельный самостоятельный отряд, это же и не сумчатый, и не плацетарный, а молодые они сами по себе. Это, например, насиломоядная, это сумчатая, но, наверное, будет, по-моему, опять, многого горчатая, если я правильно помню, но, в принципе, такие же зубные системы возникали и у приматов тоже. То есть, плезиодописовые развиты точно такую же одну систему. Ну вот, совершенно разных отрядах, связанных между собой. Это классная система, потому что, например, многого горчица она позволила существовать больше ста миллионов лет подряд. То есть, это самый долгоиграющий отряд среди всех млекопитающих вообще получается. То есть, больше них притянули только динозавры. Вот такие более-менее, как бы, близкие к современности животных. Ну, крокодилы, чтобы подряд надо было дольше. Ну, а так, стабильная жизнь, но это же, опять же, тупик. То есть, это вот, они достигают идеала, стабильности, им больше ничего не надо. Они выживают на двух условиях, они могут есть чего угодно, все, на этом цирка кончит. Занализ закрывается, и пока их кто-то не будет вытеснять, с ними ничего не будет происходить. То есть, они будут меняться немножко, ну, другие фрукты появились, другие семена, чуть-чуть угомодифицировались, но, в принципе, встается тот же самый. Хотя, те же многоугольчатые, вот те волосы, например, они были, опять же, тревесные, у них были хватательные конечности, наверняка, некоторые были дневные, потому, что их просто очень много, у них были, они касаются, по-прежнему, эти дневные. Вот. Они были всеядные, то есть, все исходники, приматные, как бы, перечисляются, как видите, на те же самые. Вот. Правда, у них были, у многогоугольчатых, конкретно, очень маленькие тазовые кости, и, судя по всему, они, ну, либо вообще нецедлодующие были, с некоторой вероятностью, либо рожали очень маленьких детенышей, в духе, когда делают современные, пенсумчатые, вот, 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 и, вот, как бы минус, конечно, но, это свойство всех первых накопитающих, в принципе, оно преодолено, то есть, это можно было решить. Но, вот, универсальность, ты их купил. Вот. И, поэтому, среди современных накопитающих такую зернозывную систему имеют самые примитивные зверюшки, но, от которых, опять же, ничего не надо. Ну, вот, сумчатые, например, например. Сумчатые есть, как логвинистские, например, так и южноамериканские. Америки тоже такие есть, на месте. Вот. Значит, были еще рукокрылые, продолжают быть, которые, на самом деле, по некоторым данным, весьма близкие приманты, и весьма даже интеллектуальные, на самом деле. То есть, они бывают очень даже социальные, они, знаете, образуют колонии, а, например, вампиры, обладая землополучью, очень развитые. То есть, когда вампиры разлетаются на ночь, кому-то повезло, там корову нашел, кровь напился, да, кому-то не повезло. Когда они возвращаются назад, то те, которые ничего не ели, они просят у тех, кто наелся, идти им отрыгивать, значит, кровь, и те питаются. Вот. Причем, замечено, были исследования, что, если кто-то напился, но, значит, голодному не дал, то в следующий раз ему тоже не дадут. Они запоминают, и, соответственно, ты такой гад, как бы не поделился, но и динафика. Вот. И это тоже некоторый уровень интеллекта. То есть, это значит, что они запоминают друг друга. У них развитая забота о потухстве, на самом деле, потому что ясно, что детеныши висят у себя в этой пещере. Родители их кормят, туда, значит, заботятся как-то о них. И, более того, рукокрылые, эти крылаты, в смысле, такие крупные рукокрылые, они по огромному количеству признаков вообще очень сильно конвергентны приматам. Даже была в этом такая концепция летающих приматов, что, дескать, вот эти самые крылаты это практически группа приматов, которая эволюционировала конвергентно по навыку к крылу. То есть, отрастила крылья, и стала такая термолитальнейшая. Вот это много еще подводилось, в том числе, генетика, биосимия, пациенты, еще что-то такое, настроение мозга. Но, в конце концов, исследования более нятные по генетике показали, что все это немножко неправда. Ну, все-таки, это группа отдельных самых рукокрылонов, но по некоторым естественным чертам, причем, по беседине крови, неожиданно жутко конвергентны в приматах. И опять же, рукокрылые меры возникают еще, видимо, в палеоцене. Ну, хотя, нормальные, неизвестные зоооцены, но в оцене, они уже сильно специализированы. То есть, это уже совсем настоящие кучи мыши, ясно, что корни у них были где-то древние. Вот. Из палеоцены известны зубы, которые потенциально могут быть рукокрылыми, но поскольку это только зубы, потому что я в самом начале начал говорить, мы их не можем отличить от цикамоядок. Мы не понимаем, кто это цикамоядок, кто это рукокрылые, потому что, зубы одинаковые. Вот. Но, понятно, что родня, она все-таки какая-то более-менее приматная была. И назывались они во многом похожими кутями. Тоже всеядные. Детеныши мало, хотя бы, потому что летать надо, да. Социальность есть, работа там есть, общение есть. Ну, когда они ночные, ну, в принципе, приматы ночные, это как бы видеотехники, есть дневные, в принципе, все как бы здорово, становиться разумным не хочу. Вот. Но их подработало, что они слишком стремились в небо. Вот. То есть, приматы тоже все время куда-то там, вершина скакали. Но все-таки они от этих веток не оторвались, полетом. А рукокрылые увлеклись, и не полетели. И, конечно, вековую такую мечту о полете они осуществили, но на разумности крест поставили. Потому что банально в полете унести тяжелую голову невозможно. Вот. Нельзя одновременно и летать, и быть умным. Вот. Ну, или только если летать на самолете. Вот. А ну, масса, она имеет значение. И единственный шанс у рукокрылых стать разумнее, чем они уже есть, это спуститься на землю обратно. Но вот чудесным образом до сих пор не возникло ни одной группы не летающих рукокрылых. Как-то они настолько классно летающие, что даже на самых таких, там, мега-изолированных океанических островах, где из мегабитающих кроме этих летающих лыше может вообще никого не быть на самом деле, никаких хищников там нет, и, казалось бы, вот, спускайся на землю и живи спокойно. Вот. Нет, все равно они всегда летающие остаются. Вот. Может быть, времени не хватило, хотя, в принципе, не так уж на это немного надо, но, по факту, вот, не бывает такого. Единственное не летающие рукокрылые, которые известны, это фантастические рукокрылые, которые, вот, есть замечательная книга «Фауна будущего» или «Мир будущего», как так называется, там описывают всякие животные, которые эволюционируют очень много миллионов лет, вот 40 миллионов лет, скажем, от сейчас. Но там, да, предсказано, что будут такие двуногие кампиры, которые выходят на передних ногах, что характерно, а сзади не хватает. Вот. У них есть шанс на разумность у таких, но дали еще 40 миллионов лет. так, ну, поведомо, но современные, нет, не получается. Надо летать. Значит, то же самое, в принципе, можно сказать о птицах. То есть, птицы возникли чуть ли не в триасе, ну, по крайней мере, в южском периоде уже что-то такое было, а в новом периоде уже были нормальные птицы, верохвостые, уже предкидавцы. На самом деле, в мезозое птицы возникали подкидно трижды, вообще-то, потому что были группы эданц-морлисов, были верохвостые птицы, и были конфуциал-сормицы еще. Ну, и на самом деле, видимо, еще какие-то там другие гагодиуарисы там, не знаю, кто еще. Но птицы с самого начала, опять же, полетели, и хотя они делали все, что могли, чтобы мозги были большие, и по соотношению мозгового отдела лицевого, в принципе, этот человек перебывал, по большому счету. То есть, плюс, конечно, может быть и большой, но, в принципе, это бумага, по большому счету, и он легкий, ничего не весит. То есть, у них мозга больше, чем у нас, если считать по отношению их размером лица, и к размерам тела, вообще в целом. то есть, какая-нибудь калибрия, она сильная интеллектуальнее у нас, если считать в процентах мозга и тела. Но калибрия размер, специфичный коробок, поэтому абсолютного значения не сильно много. И даже самые огромные летающие птицы, они 7 метров размах крылья, еще может быть больше какие-то были, грифы, гигантские, и так далее. Но голова у них все она вот такая. Ну, плюс опять же надо растить, а мозгов много не увезешь в поле. И также как предыдущими мышами, необходимость питать, им кипик поставил. Хотя птицы бывают шутовные, вороны используют, изготавливают, ничего такого не делают. В этом смысле очень интересно, что птицы думают другим местом, чем мы. Потому что мы думаем новой корой конечного мозга, а птицы думают в основном осадым телом. То есть подкорковыми ядрами, которые у нас тоже есть, но у нас они гораздо слабее. Птицы немного сложнее устроены, потому что они не думают. Но это опять же немножко хуже расширения развития, потому что кора она находится снаружи, ее можно складывать всячески и делать в принципе большое количество хитрое полосатое тело. Но все-таки кору сложить складочку не очень получается чисто геометрически, потому что белое вещество изгибает хитрое не очень здорово, потому что это удлинение путей тормозить, торможение получается. птицы и птицы в этой степени мысляют ножичком, потому что он у них очень большой, потому что координация движения очень сложная в полете. Во-первых, ножичок загружен этим самым полетом, и работает как выставительный орган только побочные эффекты. В принципе, и у нас мышление есть, но в любом случае подкорковые ядра, даже если бы у них бывает одна кора, все равно много не задыхает. В этом смысле интересный вопрос, почему стали разумными нелетающие птицы. В принципе, полно полно нелетающих птиц и в древности, современности. Еще мезозойские головые птицы большого размера, с его килограмм весом, и нелетающие. птицы и современные страусы, ископаемые диатримы, фараракосы, существуют пингвины, в конце концов. Но с пингвинами как раз проще, потому что они живут в антракте, там немножко холодно и нечего делать. Поэтому сама жесткость условий и бедность среды и, опять же, мутность задач, перед ними стоят, ему надо добавить грибку. Поэтому раздискать большие мозги смысла нет. Тем более, опять же, холодно, надо согреваться, мозги много энергии тратят, растрачивать энергию на мозги, на мышление, о чем вы думаете на грибинзинах. Почему не стали умными страусы? Вот это интересный вопрос в самом деле, потому что среда сложная, в принципе, страусы тоже двуногие, ограничений на размер головы потенциально никакого нет, шею можно укоротить, сделать голову и таскачивать огромные мозги. но видимо таком стало летающее прошлое, потому что прошлое уничтожило пальцы на крыльях, на лапах, ну это целый скелет летающих на самом деле, наверху, но лапах, там, конечно, уже культяпочки, потому что вся опорная система это перья, а перья это не пальцы. в мультиках, конечно, десятейших, они там перья что-то берут, но перья это, в общем, враговая штука, и опять же, манипуляторная способность там в них никакие. Есть, конечно, попугаи, которыми лапками все что угодно тоже делают, но им это неудобно на самом деле, и как бы не до этого у них лапки сделаны, по большому счету, потому что стоять на одной, играть на другой, как бы, плюва мотивировать, это не очень здорово. Хотя они стараются, могут, конечно, но это не очень получается. А страусы и подавно, то есть у них крылья исчезли практически целиком, но если у африканских страусов еще хоть в каком-то виде эти крылья есть, то какие-то эти самые биорбицы и Моа с Мадагаскара и Моуизомантия они крылья теряли вообще. То есть у них может вообще не быть следов никаких передней конечности, ни плечевой кости, ничего вообще никаких следов. Но и опять же получается, что нет трудовой деятельности и все в тех же самых взводах возникают на стравопитеке, страусы никак не развиваются. Хотя они довольно социальные, и самец, как известно, забирает биоремки, все-таки страусеат воспитывает, оберегает, но рук нет, интеллекта тоже нет. ну и в итоге весь вот этот комплекс необходимый с нашими впечатлениями, чтобы стать разумной, реализовался на самом деле только у криматов. все остальные проиграли, у кого-то было слишком мало детенышей, у сумчатых они были недоделаны, у кого-то были слишком сложные зубы, у кого-то слишком простые головы, у кого-то мало ручек, у кого-то с ножками были проблемы, а весь этот комплекс сложился только у тупи масла. и ну это как с вопросом почему жизнь есть только на земле, потому что только на земле условия вот так все вместе сошлись. на самом деле это не исключает того, что разумность может появиться в других условиях, но вопрос в том, будем ли мы называть это разумностью на самом деле, потому что у нас в настоящий момент есть только один вариант разумного существа, это мы. поэтому мы неизбежно всех оцениваем по своей веры. То есть похож на нас, просто умный. Собака как бы делает, что мы хотим от нее, значит умная собака. А волк как бы не делает, что мы хотим, значит не очень умная. Хотя в принципе у него возлито больше, и то есть собака послушная, она умная. И задача сложная, волк решает кушать на самом деле. а какие-то муравьи, ну как будем говорить на ганглии, ну с ума построить сложно муравей. Но это оценка со своей мерой. с точки зрения других каких-то разумных потенциальных существ, может быть все выглядит вообще-то и иначе. И может быть могут возникнуть другие варианты разумности, но которые нельзя вообще назвать разумностью. То есть надо какой-то другой термин для этого вводить. Но правда в нашей планете как-то с этим не богато. Я еще, конечно, много кого-нибудь упомянул, то есть я не берем, например, про хобота, но с хоботами понятно, почему они не стали разумными. У них мозги-то большие, но они сами тяжелые, травоядные. Кита разные, вспоминаю себя, конечно, дельфинов в наших комнатах. Но у них тоже, значит, рыбу уловить, зачем разумными делаться. То есть максимум социальности, чтобы согнать эту селедку в кучу, и съесть ее разумно. Но ручек нет, и коммуникация сложная, а разума-то нет, на самом деле. Ну и все эти байки, потому что спасают людей, сколько спасают, сколько итогов, на самом деле. Ну при статистике. Так что спасают не потому, что шикоумные, а потому, что ошибаются, другие дельфины. Так что приматам повезло, а человеку повезло, среди приматов. Но можно ли считать разумность вообще супер-великим достижением, тоже большой вопрос. Потому что супер-великое достижение, с точки зрения эволюции, это ароморфоз. А ароморфоз, по определению, это некий комплекс достижений морфо-фациональных, морфогенетических, который позволяет выйти на новый уровень экологических ниш, занимать новые спектры экологических ниш, со всплеском дальнейшего ароморфоза. А у нас как бы вроде бароморфоз есть, да, мы на новые экологические ниши-то вышли, можем жить где угодно, включая космос. Но следообразование чем-то как-то не задалось. Потому что количество гоминид за последние 100 тысяч лет все меньше и меньше становилось. То есть еще 50 тысяч лет назад были сайтницы, уже там появлялись, неандертальцы, денисовцы, хоббиты, а сейчас как-то все подевались и остались только сайтницы. Есть, конечно, разнообразие внутри сайтницы, уже невидовое и поэтому в ходе применения ароморфоза в них никак не попадает. Единственный шанс человек будет доказать, что все-таки он ароморфный, что разумность это круто, это заселить другие планеты, дать спектр недообразования и тогда это будет ароморфоз. Но пока что-то не очень с этим не дается, но хочется верить, что в будущем получится лучше. Спасибо за внимание. Спасибо. задавали гибриды, и в принципе говорить, что это другой вид, когда есть гибридизация, который к тому же еще потомство да, почему мы называем другим человечеством категоричным, что это совсем... Ну, во-первых, далеко не категорично, это в значительной степени просто удобство. То есть, когда их определяешь через хома саписами андертолейцев, которые банально длиннее писать, ну, просто когда какие-то статьи пишут, набирать хома саписами андертолейцев, там, сад, что-то, это как бы ужасно. А хома не андертолейцев, короче. Ну вот, и по большому счету как бы, ну, принципиальная разница назвать их так, назвать их всякие, а они от этого не поменяются, от того, как мы их назовем. Ну вот, и антропологи вот в середине дозаотовека очень бурно спорили, вот правильно так, правильно сяк, на самом деле в природе правильности нету. То есть, вот, что есть, то есть. Есть андертаксы, есть садницы, да? Они различаются сильнее, чем любые расы современного человека между собой. Вот. Ну, и если сильнее, а расы, по сути, это как бы подвиды, да? Если сильнее различаются, ну, значит, это ими. А то, что они там скрещиваются, во-первых, не так уж бурно скрещивались, потому что, если вот эти два процента примеси, да? Ну, это как бы небогато, прямо скажем. Ну, вот. И скрещиваются многие виды тоже хорошие. То есть, есть, там, дыркушки, допустим, бурая, да? И они дают гибридов плодовитов вполне себе. И довольно много есть примеров, когда, может, вид возникнет от скрещивания у других видов. Эти волки с койотами скрещиваются, все собачи скрещиваются, все с плодовитов потом. шакалов с собаками скрещиваются только так, и тоже плодовит опутался дают. Но мы, тем не менее, различаем как разный вид просто по морфологии, потому что мы все-таки морфология различаем. И, скажем, медитация – одна из главных причин исчезновения европейской лестой кошек. Потому что просто бродячие кошки домашние, скрещиваются с дикими, гибриды есть, но чистокровных диких нет, потому что просто их меньше в штуках, банально. они практически исчезли. Или какой-нибудь там золотой шакал в Эфиопии тоже исчезает, потому что слишком много скрещиваний с бродячими собаками послушными. И чистокровных шакалов уже не найдешь. То же самое с кондратаксами. То есть, очень сильные морфологические отличия, но все-таки мы их можем различить от существа. Ну, как очень сильные. Род тот же. Ну и понятно, что они все-таки изолированы были почти миллион лет, полмиллиона лет. Полмиллиона лет изоляции – это все-таки отличный срок. Хотя на границе, на Ближнем Востоке там смешение скорее всего всегда так иначе было. Но отличный, потому что Ближний Восток он, собственно, небольшой. И там еще надо с Ближнего Востока до Европы добраться, окольными путями или Кавказ мешает, или Босквор мешает, ну а через Зайджи это считается. Потому что совсем как-то далеко, и туда саппионцы не доведают. И если оценивается генетический масштаб, то есть насколько отличаются виды, допустим, бонобо и шимпанзе, и мы их понимаем генетический масштаб и генетический саппионцы. Ну, там как бы плюс-минус старин. Хотя это тоже такая спорная вещь, вот эти оценки генетические расстояния, ледовые или не ледовые, потому что ведь известно, что вонцетники из одной популяции могут различаться генетически больше, чем человек и шимпанзе, потому что человек и шимпанзе обычно два рода, да, вообще определяется. Это два индивидантных популяций. Ну, так что просто тупо переносить масштабы из одной губы животного в другую смысла не особо есть сейчас. Ну, тем не менее. А так кто-то их и называет архаичные саппионцы эндертальцев. Вот я говорю, последние где-то лет, не знаю, 15, наверное, всем просто надоели из споры, потому что до недель стрелка почитали графики в целом саппионатур хоростел да, מכ ошибки это непосредственно разношло даже живое Ну просто название – это то, что мы придумали для удобства, и все определяется, а в природе названий-то нет, есть вот группы, вот они живут в пещере, ну и хоть где-то там валиками назвали, они вот какие есть, такие и есть, ну просто зацикливаться на словах, смысла нет, еще более есть там хитрости там, а вот как правильно назвать «неандертолинцис без аш» или «неандертолинцис без аш»? Я там, там штук пять было статей на эту тему, это мега важный вопрос, конечно, потому что, конечно, там, кто там Кинг написал первый, еще в XIX веке, значит, он написал «толинцис», да, но это был какой-то там, значит, вариант еще XIX века, а типа с тех пор там фориафия поменялась, а поскольку эта долина не «детхар», то как бы это вот старо-немецкое написание, а в ново-немецком «детхар» нету. Так, секундочку. Алло. Я сейчас, я воркаю, но я ворка еду. Ну вот так, да. Вот. И как бы, но это все такая демобогия. Кому какое дело есть, а машины нет. Да, да. Еще один вопрос. Вот, стандартный говорит, что на генетическом уровне, если сравнивать самцов, ну, то есть мужчин и самцов, там, горима или шимпанзе, и мужчин и женщин генетически, ну, как будто ближе к самцам, хотя бы за счет одной вот этой хромосомы, да, это уже там сколько процентов она дает. То есть, получается, мы туда, если так просто смотреться, да, можно. Ну, это вот о чем говорить, что как раз вот когда генетики просто считают количество нуклеотидов, несмотря на смысл нуклеотидов, может получиться бред. Потому что получается, что мужчины и самцы шимпанзе – это один вид, да, а мужчины и женщины – это два разных вида. Вот. Но просто, как бы, вот эта разница в эту, там, генетическом хромосоме, которая практически все нерабочие, да, в других рабочих деревне, ну, вот, это, как бы, по смыслу, это фигня. То есть, ну, это определение пола, но видовые, то признаки все не в ней не выглядят, генетическом хромосоме заключенными. Вот. И у шимпанзе тоже самое. Так что просто тупо считайте количество отличий, а обычно это тупо происходит, потому что никто не знает, чем эти нуклеотиды знают, а заняты вообще в реальности. Потому что мы можем выделить даже, в принципе, ген, сомкодом-то мы знаем, ну, вот, и, ну, что, собственно, давно у нас сделано. Нарезать весь геном на гены, да, мы знаем, что 32, что-то, 32 тысяч генов, по-моему, или чего-то. Вот. А вот чем они заняты, мы даже, в принципе, можем нарисовать геном, какой будет. Ну, опять же, ну, для этих генов у нас есть, мы микрикислоты, как бы, то есть, датчики, как бы, сесские. Мы рисуем эти микрикислоты, они все известны. А, и что, как бы, дальше, как бы, как это отражается на способности к размножению, на форме носа, на форме уха, на способности к наведению телекалек и так далее. Про них, конечно, уже не знаем. И большинство, чего известно, это какие-то простые вещи, типа, там, вот, этот ген синтезирует какой-то фермент. Что за фермент, айфер нужен. Ну, или, там, группы крови еще, ну, там, четыре варианта есть, да. Айфер, практически, ну, ну, ноль отсутствия, как бы, навсегда. Ну, тут можно забраться. Ну, опять же, к чему это приводит, насколько это важно, в общем, для жизни, это уже, как бы, никакой не очевиден. Поэтому сейчас вот такая супер-мегазадача вообще всей биологии, это как раз понять, как из генов получается то, что получается через эмбриогенет. То есть какая связь между геномом, эмбрионом и уже, как бы, организмом, таким нормальным словом. Как вот из последствий нуклеотидов получается все остальное. Тем более, что закодируем вообще, что это бионтид. А получается жиры, углеводы, поведение вообще, которое само по себе там. Причем, что факт, что поведение врожденное есть. Вот. Но как вот из последствий нуклеотидов получается пукование кукушки, например, да, которое на сто процентов рождено генетически. То есть, почему она не куку говорит, там, не кря-кля. Как бы, как бы, не очевидно. А петух кукарекает. Тоже врожденное. Можно не учить, просто вот в инкубаторе вырастить и в изоляции выработку кукарекает. И почему он кукарекает, ну, неизвестно. Это эпигенетика, эпигенетика? Нет, не эпигенетика. Почему? Эпигенетика – это наследование через, там, какие-то интеллирования. Такие и так далее. Это не эпигенетика. Это именно, как бы, вот, ну, это же, наверное, как это назвать так. В общем, работа генов в собранном состоянии, в комплексе между собой. Ну, а просто генов много. Примодействие хитро-сложное. И никто не знает, как. Даже на уровне, там, простейших животных, никто не очень понимает. Вот. То есть, как работает бактерия, то уже, как бы, очень не разобрать. А уж, когда многоблеточный организм, там, или артлитеток, что-то изменились. То есть, очень старый. Так. 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 Так.